Уже в новом учебном году уникальный образовательный проект Международная Академическая Школа Одессы распахнет двери для 1100 учеников. Несмотря на карантин и экономический кризис, на стройплощадке кипит работа. Процесс не прекращается ни на один день. Инициатор строительства, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов практически ежедневно лично контролирует качество работ. Ведь на первом месте для него комфорт и, главное, безопасность детей. Школы уникальны внешне и по внутреннему содержанию. На крыше установлено самое большое в Украине поле солнечных коллекторов, которые будут обеспечивать школу теплом круглый год. Убедилась в масштабах строительства и наша съемочная группа. Комфорт, эстетика, безопасность, инновации и энергосбережение. Международная Академическая Школа Одесса воплотила в себе передовые мировые технологии в строительстве, насыщенное воспитательно-образовательное содержание и уже сегодня по праву именуется Школой Будущего. На крыше уникального образовательного объекта установлено самое большое в Украине поле солнечных коллекторов. Посмотрите, настолько она качественная система установлена лучшими специалистами, которые есть у нас в Украине. Мы вот эти солнечные коллектора привезли из Австралии. Вот я вам хочу сказать, вот такая гелиосистема, она обеспечивает полностью всю школу. А школа у нас 22 тысячи квадратных метров. Инициатор строительства Международной Академической Школы, почетный гражданин города Одесса и Одесской области Сергей Кивалов отмечает, что установка более сотни солнечных коллекторов – дорогостоящий процесс. Однако со временем использование альтернативных источников энергии не только позволит значительно экономить на оплате коммунальных услуг, но и, что очень важно, окажет положительное влияние на экологию города. Мне предлагали в два раза почти дешевле китайская система, говорят, тоже неплохо работает. Но мы знаем, что австралийская система, которая установлена у нас, она на порядок пока лучше. Понятно, что нужно вложить денежные средства, нужно подумать, что будет через 10-15 лет. Вы видите, мир идет к тому, что отказываются многие сегодня покупать нефтепродукты. Система солнечных коллекторов уже полностью смонтирована, запущена в работу и выдает тепло потребителю. В трубках стеклянных находится вакуум, и в этом вакууме медный приемник тепла, тепловая труба так называемая. В этой тепловой трубе кипит теплоноситель, который нагревается от солнца. Поскольку между тепловой трубкой и стеклянной трубой вакуум, тепло не отражается обратно. Школа обеспечена солнечными коллекторами и тепловыми насосами. Три тепловых насоса типа воздух-вода австрийского производства смогут работать на отопление и горячее водоснабжение значительную часть отопительного сезона. А в солнечные дни будет работать гелиосистема. Все вместе это создает многофункциональный комплекс – тепловой пункт, который сооружен по принципу умного управления. Школа будущего также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную. Уникальная система требует не только правильной эксплуатации, но и тщательного обслуживания. Это будут обеспечивать специалисты с большим стажем по работе с альтернативными источниками энергии. Сегодня уже и лестница, и пожарная лестница, есть доступ. А для чего нужен доступ? Вы думаете, просто она будет стоять и десятилетиями не нужно будет ухаживать за ней? За ней нужно ухаживать и систематически. Вот нужно вот эту систему ежегодно, а может даже два раза в год, ее нужно чистить, ее нужно мыть, чтобы солнце хорошо отражалось, и она вырабатывала эту энергию. Я вообще горжусь тем, что мы сделали. Я горжусь, что мы смогли реализовать тот проект, который у нас был. Тот проект, который мы вначале опробировали в университете, во все общежития мы поставили вот такую систему. Использование альтернативных источников энергии в общежитиях Одесской Юрокадемии ранее заинтересовало активистов Всеукраинской экологической организации и депутатов Европарламента. По мнению инициатора создания Международной академической школы, опыт использования альтернативных источников энергии должен быть применен в масштабах города и страны. Она греет, поступает сюда, а потом в тепловой узел и там распределяется в целом по всей школе. Вот это здорово и это хорошо, то, что мы смогли реализовать это. Я вообще считаю, что можно реализовать в целом такую систему по всему городу, но оно значительно дешевле. Вот из бюджета города составить программу «Зеленый город Одесса». Школа оборудована всеми современными противопожарными системами в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Это система пожарной сигнализации, система оповещения, дымоудаления, система внутреннего противопожарного водопровода, локального газового пожаротушения и уникальная система молниезащиты. По всему периметру школы мы предусмотрели молниезащиту. Здесь на крыше, на следующей крыше. Мы предусмотрели на куполе тоже молниезащита должна быть. А особенно то, что связано с гелиосистемой. Мы предусмотрели все, все нормы, которые сегодня существуют. А существуют очень жесткие нормы в отношении безопасности, в отношении пожарной безопасности, техники безопасности. И все, что связано с эксплуатацией таких зданий, где занимаются особенно школьники, дети. Важнейший объект социальной инфраструктуры также будет отличаться уникальным благоустройством. Вокруг школы высадили вековые деревья. Вечно зеленые сосны будут украшать прилегающую территорию. На завершающей стадии монтаж плитки с 3D-рисунка. У меня за спиной как раз, видите, особая плитка. В городе еще никто ее так не укладывал. Это гранит в системе 3D. Впечатляющий внешний вид. Большие комфортные классы с потолками в 4 метра. Уникальный киноконцерт-холл, который строится по проекту народного артиста Украины Георгия Делиева. Два бассейна для самых маленьких школьников и учащихся старших классов, где смогут заниматься дети из других школ города. Трехэтажный спортзал с инновационными панелями для обогрева, излучающие инфракрасные лучи. Просторное школьное кафе, к которому предусмотрен отдельный вход с улицы. В школе будущего родители смогут выбрать, на каком языке будут заниматься дети. Помимо украинского и русского, английский, немецкий, французский и другие языки. Мы строили университет, мы строили базу отдыха и колледжи. Но здесь с нуля, то есть с фундамента. И вот возвели такую красоту, которую вы видите. Я горжусь такой стройкой. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы в этом году школа заработала. Я думаю, что у нас для этого есть все возможности. Мы подали уже заявку на получение лицензии для того, чтобы с 1 сентября приступить к обучению наших будущих школьников. Кроме того, дети по желанию смогут получать духовное воспитание. На территории школы уже функционирует храм Иоанна Богослова. А вскоре будет принимать прихожан и храм преподобного Сергея Радонежского. Пасха, она пришла и в стены нашей школы. И это действительно не может не радовать. Благодаря и благословению нашего владыки, и усердием, и стараниям Сергея Васильевича, мы имеем возможность уже совершать здесь богослужение, служить, молиться и благоукрашать этот храм. Мы видим, насколько он с каждым днем, он меняется, он становится красивым, духовным и намоленным. Открытие в городе нового учебного заведения, особенно в Приморском районе, недалеко от Гагаринского плата, где находится большое количество многоквартирных домов, является крайне необходимым шагом. Уже сегодня ведется набор преподавательского состава, а также запись будущих учеников, так как сотни родителей изъявили желание, чтобы их дети получали образование, духовное развитие, занимались спортом и творчеством именно в Международной академической школе Одесса.